Проект «Урок мужества» Горной подготовки, что им потом пригодится, если не будет в армии, попасть в хорошие войска. Я первый раз пришел. Я не знаю, что здесь вообще будет. Меня просто позвали. Думал, почему бы не пойти. Мне так нарассказывали, что там вообще все как по-настоящему в армии будет. А на самом деле не так. В проекте принят участие более 10 человек. Плюс у нас придут ребята, которые были в прошлые годы, которые будут на своем позитивном примере показывать, как это происходило и что их будет ожидать. Сборы проводятся 5 дней, с понедельника по пятницу. За это время они успевают посетить спасательную службу. Мы с ними сходим в лес и съездим на военный полигон. Все остальное будет проходить на базе молодежного центра. Мне интересно научиться собирать оружие. Чтобы попасть на областной этап, у ребят сейчас будет конкурсная основа. Они будут участвовать в разнообразных соревнованиях. По завершению каждого дня будем проводить конкурсы. Сегодня это будет кроссфит. Завтра будет спасработа на воде. В среду они будут показывать свои навыки в лесу. То, что они усвоили за день. В четверг у них будет штурмовая полоса на полигоне училища связи. В пятницу завершение сборов горная подготовка. Они будут проходить дистанцию фриропа и кататься на троллее. Всегда самое интересное было начало. То есть конца из нас тогда никто не ждал. То есть уходить так же не хотелось. Полигон и лес. Ну то, что мне больше всего понравилось. Тяжело было на полигоне. Потому что там уже один человек отвечает за свою команду. Раньше я был более скромным человеком. Теперь могу так свободно общаться со всеми. И хорошая команда работала. Ну понял, как это и что это. Я был непростым подростком. Но занятия в уроке мужества помогли стать нормальным человеком и хорошим. Основная цель проекта это, конечно же, социализация тех подростков, с которыми мы сегодня вот здесь занимаемся. Первое занятие, с которыми сегодня произошло. Проект у нас реализуется около десятка лет уже. Более 500 подростков прошли данный проект. Он у нас в пятый год реализуется в три этапа. Это муниципальный, на котором сегодня мы здесь присутствуем. Областной этап и финальный, так называемый, поощрительный этап. Что хочется сказать, что по итогам прошлых лет порядка 40% подростков, которые прошли данный проект, ну областной этап, да, я имею в виду, они успешно вливаются в ряды общественных объединений, патриотических клубов, занимаются спортом и прочее. В основном проект себя оправдал, он эффективен. В 2016 году в Москве проводился Всероссийский форум «Вместе ради детей», и там данный проект был признан лидером в номинации «Не наступись». Поэтому наш опыт, в общем-то, перенимали другие области, это и Калининград, и прочие другие, которые тоже также занимаются, работая с данной категорией подростков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова